Еще одна тема, которая очень беспокоит и активистов, и нас, это так называемый штраф за нарушение предвыборной агитации. Вступила информация, что идет массовая рассылка о том, что штраф в районе 38 тысяч тенге, и что для нарушителей обязательно последуют санкции. Хотите понимать, что значит агитация в соответствии с законами Республики Казахстан, то нам нужно обратиться в утвержденные правила осуществления предвыборной агитации через средства массовой информации и информационного обеспечения выборов депутатов Межлиха Парламента Республики Казахстан от 11 августа 2004 года, номер 124, дробь 158. В этих действующих правилах буквально в первом пункте, который называется «Общие положения», дается объяснение, что же такое предвыборная агитация. Предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата или политическую партию. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 50 закона о выборах Республики Казахстан написано «Что же такое День тишины?». Некоторые активисты задают мне вопрос, почему такой большой штраф. К сожалению, мы не можем на данный момент регулировать размер штрафов, мы можем только читать закон, где в 102 статье написано, что проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата или в день выборов, или предшествующий ему день, или проведение агитации в день проведения республиканского референдума, влекут штраф на физических лиц в размере 15 минимальных размеров месячных расчетных показателей. Таким образом, если мы месячный расчетный показатель, который с 1 января 2019 года равняется 2525 деньги, умножим на 15, мы получим сумму 37 875. То есть вот эта сумма, которая, как пишут, около 38 тысяч. Конкретно это 37 875 тенге. Любые штрафы, которые взыскивают с граждан, это пополнение казны, которую кладут себе в карман, к сожалению, те чиновники, которые сейчас находятся у руля. Уважаемые активисты, не позвольте ограбить себя, просто использую вашу политическую грамотность, ваши взгляды, ваши намерения на лучшую жизнь. Уберите за день до выборов всю информацию, которую вы выкладываете в социальных сетях, в сообщениях, где угодно, потому что сейчас в Республике Казахстан могут найти все и везде. Позвольте на ваши кровно заработанные деньги людям, которые над вами издеваются, продолжать вас грабить.